В 60-е годы прошлого века в автомобильном мире гремел порт Мустан. Покупателям понравилась эта молодежная машина с ярким дизайном. Чтобы не отставать от американцев, Opel буквально за пару лет создал совершенно нехарактерную для себя модель. Знакомьтесь, Манта. Автомобиль назван в честь огромного ската. Его силуэт красуется на крыле. Своими плавными линиями машина действительно напоминает эту огромную рыбу. Дерзкой внешности приложил руку выходец из СССР знаменитый дизайнер Анатолий Ларь. От былого Opelевского консерватизма не осталось исследований. Первый экземпляр Манты сошел с конвейера в 1970 году. Наш 75-го года рождения. Это спортивное заднеприводное купе без центральных столб. У него агрессивная морда с узким хромированным бампером, пластиковая решетка радиатора и стильная сдвоенная оптика. Под капотом бензиновый карбюраторный четырехцилиндровый двигатель рабочим объемом 1,6 литра мощностью 75 лошадиных сил. Несмотря на компактные размеры, в салоне можно сидеть с вытянутыми ногами. Кресло в кожзаме. На панели и дверях стильная красная прострочка. На полу рычаг переключения механической четырехступенчатой коробки. Чтобы сохранить цену в разумных пределах, модель оснастили весьма скромным набором областей. Регулировки и стеклоподъемники механические, кондиционеры нет. Разве что заднее стекло с обогревом. Есть электрический обыватель. На втором ряду троим будет тесно, а вот двоим вполне. Манта ведет себя как типичный спортсмен. Она жесткая, резкая и хорошо управляется. Весит всего 950 килограммов, так что динамика отличная. Максимальная скорость 158 километров в час. Разгон до сотни за 11,5 секунд. Передняя подвеска независимая пружинная, задняя зависимая с тягой по нару. Клиренс, как положено таким авто, невелик 160 миллиметров. Этот Opel выпускали 18 лет, до 1988 года. Первое поколение обозначалось литерой А, второе, как нетрудно догадаться, Б. Всего было произведено чуть более миллиона таких машин. Модель хорошо проявила себя на соревнованиях, но в первую очередь молодежь привлекал ее смелый дизайн. Простота в обслуживании и невысокая стоимость. Opel любят на родине за верность немецким традициям. Манта когда-то их нарушила, но, как мы теперь понимаем, сделано это было не зря. Покупатели оценили дерзкий ход. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!